ну вот мы опять здесь как всегда сейчас будем спускаться с камней экипировались ведра нету налегке заказал специальную сумку сейчас спущусь ко мне и покажу вот она сумочка вот все у меня есть даже вода сегодня новая катушка дайва бичи 2500 лагуна 4 1 4 килограмма удилища ну и вот она наша дайва дабл клать 65 пластмасска идем туда ух видрыганище он теплый теплый идти еще мосту нам около кромки воды сейчас уже я сейчас выберу местечко покидаю немножко посмотрю где вот эти вот как получается мини речка вот она впереди гудочку указывают движение воды идет очень сильная может быть флотер будет на кромке где-то сидеть и ждать маленькую рубежку как моя пластмасса посмотрим я всегда снимаю первый и второй каст а потом если поймаю рыбу ну что пойдем с богом надо затянуть немного больше я справлю послабее ну все удачи мне а вон рыба плещется но докинуть я туда не смогу далековато не по ветру поменял пластмассу на такой вот бара про от халку я не знаю она в принципе должна пойти но я еще не пробовал ее то есть она новая вообще пластмасс к дайва класс что-то сегодня не работает дайва будем пробовать на эту а потом пойдем на силиконовые это легкая то есть это не тонет надо постоянно работать с ней подтягивать чтобы она за счет носа тонула уходила глубже уже полный отлив мы все идем пробуем уже поменял бы переменял все уже и на силикон смотрим что-то тишина ничего страшного когда всегда готовишься и хуже рыбалку и хрена не ловишь а когда не готов закинул и поймал я закинем попробуем что у нас здесь есть такое будем пробовать на силикон надежде не только на флаг это но и дартфиш культура местного населения я стоял рыбу ловил никого не мешал никому пришли собака рядом со мной встали купают а а теперь вдоль берега я понимаю общественный пляж теперь короче я стою закидываю удочку они собаки вокруг плавают ну не знаю сказал им ли но им как-то глубоко по барабану что ты думаешь и что ты делаешь каждый сам по себе значит первая пара вон прошла со своей собакой и теперь вот эта вторая пара со своими собаками многие вообще застряли полчаса ну не полчаса 15 минут рядом со мной стояли блин чё стоять смотреть я рыбу ловлю если собаки мешают долбокрылый блин а иногда порой бесит меня теперь надо стоять минут пять пока опять тихо не станет ладно что делать народ такой произошло ужасно и совсем ужасно и даже не ожидал я записывал думал записывал короче нажал камеру она вроде бы записывала села батарейка как всегда села батарейка и две рыбины подряд прямо поймал блин она вот этот вот дайва дабл клач большую которую 95 поменял после пластмассы после силикона и прямо подряд одну за глубину глубине поймал две штуки я думал а вот это вас девятка у нее батарейка села а восьмерка была вот это вот в кармане блин как всегда получается хотел показать и нихрена не вышло ничего вот рыбка есть отлично теперь хоть ну простите теперь хоть без рыбы домой не идут то есть рыбу поймал слава богу какая-то не на половину рыбалка получилось без без как бы без самого момента кидал 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 и на тебе батарейка даже не посмотрел оставил на долгое время на записи потом выключил включил а там батарейки было всего нихрена короче а я там говорил рассказывал как бы уже вываживаю рыбу как хорошо дай его блин и на тебе ничего поймал еще одного маленького брима то совсем маленький а не стал включать камеру показали его просто отпустил пускай живет прям меня не интересует его надо половить больше двадцати пяти сантиметров потому что если оставил его бы меня поймали и за это штраф был за рыбку по две с половиной тысячи долларов так что лучше пускай живет поймаю когда большая будет вот вам пожалуйста и рыбалка иду домой килограмма полтора дома почищу не знаю варить буду наверное или жарить буду филейки посмотрим и покажу как готовлю сегодня значит закусь есть поехали домой многие из вас спросят эдуард чего не остался больше больше рыбы не ловить вы знаете я вот честно поддерживаюсь такого мнения что каждый человек должен обязан брать столько сколько ему вот в руках поместилось то есть две рыбины две руки взял достаточно была бы одна был бы счастлив тоже не хочу вылавливать оставлять в морозилке холодильнике это зачем я живу на океане если надо взял удилище как говорится руки в ноги пришел сюда поймал себе рыбку на обед потом две рыбки то считай нам на два дня спокойно семья то небольшая так что сын-то отделился так что две рыбки на два дня выше крыши хватит там килограмма полтора точно будет в этих двух рыбках мясо по килограмм пускай будет они грамм по 700 по 800 каждая поминус кость то около килограмма этого достаточно если надо будет приду еще а сейчас в машине когда буду перекладывать его так холодно это вески покажу актуально размеры и саму рыбку потому что как по на пляже неудобно мне удочка в руках все в руках и как-то неудобно хочу вечером сегодня приготовить ее в кляре и не знаю в кляре или просто пожарю потому что на диете кляр не хочется кушать наверное просто так пожарю с лучком и под 100 грамм поехали домой теперь точно поехали я устал так хорошо устал приятно устал зайдешь домой с рыбой как-то совсем другое ощущение не лузером идешь рыба есть ума не надо и доги бой дмалат аминс валиха ту качать на малый дядь юнида нет кастинг кастинг участке мать wife on the louis really high you spent here whole day in one or two а ну как это уже одну рубку разделили или это почище черной пленки в принципе это все уберу она шкуру сниму покажу вам получится 4 филюшки идеальные вообще рыба что надо свежая свежая некоторые скажут а что вы разделываете надо было целиком можно и целиком в принципе но я почему-то предпочитаю вот так вот разделывать или вот так вот это у меня по душе больше да есть мясо чистенькая все выбрано косточки все пожалуйста одна филейка готова еще сейчас будем помоем я вообще не советую не рекомендую пресной водой перед хранением мыть ну а если вот сейчас прямо готовить сразу почему бы и нет принципе я сейчас разделаю и вечером сегодня будет на ужин свежая рыбка тяжело давайте в голову отрежу так будет получше лежать головы можно было бы до ухи оставить но я не буду заморачивать сухой просто сделаю сегодня жареную рыбу так начистим принципе можно будет снять чешую и пожарить со шкурой посмотрим чешуя снята но это легче даже филе делается в этот раз так сделаем следующий раз сделаем целиком филейные скилл свои уже потерял на рыбалку часто не хожу ну так вроде бы мясо вон не осталось вообще чистый каркас рыбины и чистая филейка но все ладно ребята включусь когда разделаю все пожарю и буду показывать вам уже покажу вам уже конечный результат что получилось ну и как у любого профессионального повара у меня есть такая тоже крутая доска деревянная короче сейчас мы делить начинаем кусочки он приблизительно вот такие вот кусочки метет как бы два укуса этот немножко маленький будет ничего страшного маленький да удаленький вот такой кусочек тоже они чтобы одинаковые были и надо чтобы одинаковые формы можно форму разные делать какие хочешь треугольники как тебе нравится я просто делаю здесь косточка попалась осталось надо отрезать чтобы вот не попала суши я не буду сашими хотя можно было попробовать давайте попробуем сашими маленький кусочек я свою соус есть у меня вот такие 12 2 кусочка сашими я сделаю сейчас тарелочку переложу чистую налью туда потом соевый соус и попробую давайте еще один бог любит троицу три кусочка тоненьких тоненьких я никогда из кефали сашими не пробовал может вкусно будет не знаю понравится один такой кусок вот и здесь косточка вот поэтому говорят что лишний раз перебрать перетрогать все руками пальцами чтобы в твоей еде не было ничего такого лишнего вот тебе пожалуйста еще но это очень много из этого будет выйдет очень много жареной рыбы тут вы видите кляр еще сделать его пушнее из этой рыбы взвод солдат может наестся еще сушими что-то она на вид такая хорошая будет посмотрим как сушими будет вот такое получилось у нас с вами что рыбы немеряное количество но и четыре полоски сушими сейчас я буду есть закусывать пробовать это чуть-чуть попозже потому что если жду жену ее дома нету попозже она придет и мы свеженькая клярша сделаю покажу вам а потом свеженькой приготовлю и сделаю конечный видео конечного результата что получается но передим и начать сиди кляры делать хочу попробовать сушими здесь на кухне у меня рыбка порезанная соевый соус хороший хороший я не знаю взял лимонный сок но с лимонным соком я еще не пробовал давайте у меня есть вискарик сейчас возьмем маленький кусочек я не умею этими палками пользоваться вообще не умею ребята целый позор блин в такой китайской стране живу а палками пользоваться вообще не умею этими взяли кусочек положим сюда пусть полежит сейчас пока выпьем но наше здоровье такая кази сегодня с рыбалка получилось gopro подвела не записала батарейка села они у них такие проблемы бывают с ним gopro они вообще фриз замерзает и не перестают снимать то есть выключишь батарейку чтобы как бы рисует сделать а она последний то что записал стирает ну короче gopro это восьмерка не на большая проблема ты не на злу ваше здоровье ну и зарыку сегодняшнюю пойму что горбалки такой чаще было искалик не знаю с сушими закусывать я еще никогда не закусывал взяли блин палки с рук летят кто мне научит по китайски кушать не могу я с ними палочками вручалочками мне пальцами намного удобнее не знаю короче блин хватайся ваше здоровье вкусно вкусно очень мне вообще сырая рыба нравится я помню давно когда в море ходил ловили креветку трал утряхиваем креветка сыпется живая прям ломаешь и кушаешь она сладкая сладкая конфетки ну все ребята ну и получается вот эту всю рыбку мы ложим сюда в муку я уже здесь порцию варил с утра вы помните я не снимал говорил об этом на instagram сейчас выкладываю кусочки сюда отдельно накладываем еще вот здесь получается кляр консистенция такая вот как я не знаю жижи блинов как уже говорил рыбу я здесь извалял в муке все она готова для погружения туда и масло греется тут немножко грязно ничего страшного я уже готовил жена вообще вешается когда я готовлю говорит папа надоел пачкаешь все ничего страшного ладно сейчас пожарим и включу и покажу готовый результат плитка все ужасно цел два дня я дома два дня готовлю плитку ужасная и соседняя сковородка тоже ну я даю ну и получается каждый кусочек так беру еще раз сниму пока я это готовка блин и вот сюда подкидаю вот так вот как-то и готовится все это фишин чипсы австралийские ну и вот конечный результат нажарили коричневая подрумянинная сюда высыпаем аккуратнее это все горячо все газ выключаем соль больше соли ну и вот фишин чипс австралийские это фиш рыба картошка в кляре это уже как по вашему вкусу я не люблю ее я картошку по-деревенски люблю ну кляре не очень так что наслаждайтесь австралийская еда и рецепт всем спасибо